Кровь, адреналин и толпы зрителей. На ринге лишь два противника. В городе прошли поединки участников в рамках проекта 1 на 1. На ринге спортсмены выступали в направлениях бокс, смешанные боевые единоборства и К1. Сюжет содержит сцены насилия. Просим увезти от экранов детей. На этом ринге сбылась мечта Имама Раджабова. Вольной борьбой и рукопашным боем он занимается всего полтора года. И выступление здесь для него почетно. Его противником стал Евгений Кузнецов, стаж которого уже 15 лет в вольной борьбе. На ринге спортсмены бились в категории до 75 килограммов. По версии ММА это смешанные боевые единоборства. В финальных боях проекта 1 на 1 осеннего сезона они стали любимцами публики. Я хотел выступить, особенно с таким соперником. Я его очень сильно уважаю. Я его знаком с ним, я как спортивный, как человек, я его очень уважаю. Я очень хотел выступить на турнире. Это моя мечта была выступить по ММА. Ну и выступил, как получилось, знают зрители, хорошо или плохо. И порадовался бою. Отличный соперник. Вот так вот. Все было хорошо. Но главное, я всю злость выбил здесь, а не где-нибудь на улице выбивая. Хочешь выбивать здесь, выходить записываться, ребята, и выбивать. Злость прямо в ринге. Отлично. Очень нравится, нормально. Всплеск эмоций, адреналин. Все это идет. Получаешь все, что ты хотел. Спортсмены участвовали в трех номинациях. Бокс, смешанные единоборства и К1. Всего 17 пар. Весовые категории от 70 до 90 и выше килограммов. Некоторые бои заканчивались удушающими приемами и техническим нокаутом. Я получил массу удовольствия вообще, эмоций, потому что это все тут сопровождается такой музыкой, бодрой. Тут большое количество бойцов, народу. Все это на адреналине. Особенно запомнился бой с участием Евгения Кузнецова. Он был таким самым максимальным, энергичным. Все стояли просто в эйфории. Здесь больше 800 зрителей. Главная цель проекта – увлечь молодежь спортом и здоровым образом жизни. Следующие поединки пройдут уже в Архангельске. Там же начнется и зимний сезон.